Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, действительно, основной базой по проведению исследований лабораторных на ПЦР-диагностик на COVID-19 был областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Я думаю, что правильное решение приняла и своевременное решение приняла городская власть, Департамент здравоохранения, об открытии современной, качественной лаборатории на территории города Одесса для обслуживания пациентов непосредственно в городе Одесса. Это ПЦР-лаборатория, в которой закуплено высокоточное, качественное, современное, прежде всего, сопряженное между собой оборудование, которое будет давать возможность проводить исследования в кратчайшие сроки и давать точные результаты для постановки соответствующего диагноза. Оборудован отдел высокоточным оборудованием производителей Великобритании и Канады. Оборудован боксами биологической безопасности, которые дают возможность работать безопасность не только людям, но и материалу, а не второго класса защиты, что необходимо в лаборатории. Лаборатория оснащена приточно-вытяжной вентиляцией, что очень важно, которая дает нам возможность очищения воздуха от загрязнителей. Специалисты лаборатории прошли обучение в Одесском областном лабораторном центре в течение полугода. Наши специалисты ездили на обучение в Киев, в больницу Феофании. Мы приглашаем к себе специалистов из других лабораторий, чтобы с нами делились своим опытом, и мы получали возможность обучения уже на месте, на нашем оборудовании. Мощность лаборатории рассчитана на данном этапе до 200 исследований в сутки. ПЦР-исследования будут в данном случае производиться для госпитализированных в инфекционную больницу. Мы будем расширять и расширять не только круг доставляемых образцов, но еще расширять наши исследования, потому что сегодня актуально исследование на ковид ввиду страшной пандемии, которая во всем мире и Украина не является исключением. Дальше будут присоединяться другие инфекции, которые тоже мы будем исследовать. Все больные, которые находятся на лечении в наших подразделениях, они обслуживаются бесплатно. Что будет в дальнейшем, возможно, что-то и будет добавляться. Но на данном этапе для больных, учреждения инфекционной больницы и учреждений города, которые будут присоединяться, это все будет происходить бесплатно. Я получила очень большое удовольствие от самой лаборатории, потому что наконец-то государственные лаборатории стали достойного уровня. Это касается и условий работы персонала, и прекрасного, суперсовременного, высокоточного, автоматизированного оборудования. Поэтому я считаю, что огромнейшая заслуга в открытии такой прекрасной лаборатории, в первую очередь, конечно, городской власти, Департамента охраны здоровья города. Очень большая благодарность компании, которая поставила такое прекрасное оборудование, британское, Next Level Diagnostic. Это суперсовременное, высокоточное и очень эффективное оборудование. Особо отдельно я действительно горжусь своими коллегами, которые в короткие сроки получили очень большой объем знаний, научились применять его на практике. Я считаю, что инфекционная больница, городская, тем более в таком городе, как Одесса, не может обходиться без лаборатории полимеразно-цепной реакции. Эта лаборатория позволит обеспечить полный спектр диагностики инфекционных патологий для всех пациентов данной больницы. Это даст возможность врачам-клиницистам нашей голове вообще принимать взвешенные и доказательные решения по поводу этиологического фактора заболевания, назначения этиотропной терапии, контроля эффективности этой терапии. Поскольку оборудование открытое, оно позволит проводить диагностику других патологий. Создание лаборатории с учетом всех норм современного украинского законодательства, с учетом лучших лабораторных практик мировых, позволяет защитить как сотрудников, практически обезопасить их от инфицирования, от биологического материала пациентов, которые поступают в эту лабораторию, так и защитить биологический материал от воздействия сотрудников. Здесь соблюдены абсолютно все мировые нормы, практики и все требования украинского законодательства. Поэтому я не сомневаюсь в том, что и персонал будет безопасности от возбудителей, которые находятся в биологическом материале, и биологический материал будет проходить полную, правильную, абсолютно целенаправленную обработку и безопасен от воздействия самих сотрудников. Продолжение следует...